Мы Мы давно проторены, это небо не то еще видела, это эхо да муль еще вторила, а вопросов у нас невидима, ой, невидима. Добрый день, дорогие друзья, сегодня у нас передача «Родниковая вода», и с вами, как всегда, ведущая я Мария Карпинская, сейчас мы налаживаем заодно звук, что-то он маловато, мне кажется, нормально? Сейчас, секундочку, мы налаживаем звук прямо в живом эфире, вот, уже нормально? И у нас в гостях он назовется сам? Геннадий Трубников Геннадий Трубников, бард, там написано в анонсе, кто он и что, он супер бард, да? И вот сейчас прямо, знаете, с галопом мы давайте так, потому что у вас так много всего, что, что прямо вы начинаете... Сразу спеть Давайте сразу петь, давайте Сегодня 27 марта, а завтра, завтра прилетают грачи, и я хочу всех поздравить вперед этих грачей этой песней, она так и называется «Грачи», и здесь вы услышите настоящую песню грача Пасел есть насосно, Гремят словно как трубачи Посланники солнца Вернулись в Россию Грачи Купаясь в капели Танцуют свой смадебный вальс Грачи прилетели И шумом приветствуют нас Грачи прилетели у тех и метели Глаза заблестели, ручьи зазвенели Как нити весенние парачи Помчались недели, одеты в гжеле Марте и апреле Грачи первые министры Надежды моих вечных Врачи Врачи Кричат как гагары, расквакались как петухи Для птичек базаров В России немало причин Горят как медали их перья на фоне огня Может быть, может, они не узнали Грачи прилетели у тех и метели Глаза заблестели, ручьи зазвенели Как нити весенние парачи Помчались недели, одеты в гжеле Марте и апреле Грачи Грачи первые министры Грачи первые министры Надежды моих вечных Грачи первые министры Грачи первые министры Раньше пролетели, утихли метели Глаза заблестели, ручьи зазвенели Как нитей весенней поручей Помчали, сидели, одеты им жили В морде Их обрели грачи Первыми не стояли Надежд моих вечных Трубачек Ну вот так, вот так вступил Геннадий Трубников в нашу передачу «Родниковая вода». Еще раз объясняю, почему «Родниковая вода», потому что в душе каждого человека есть эта чистая вода, которая изливается в форме слова, песен, музыки. И поэтому вот сегодня мы льем, будем лить с вами чистую «Родниковую воду» на души и сердца тех, кто нас слушает. А слушают нас со всего мира. И поэтому я передаю уже привет всем тем, кто нас слушает в Израиле, в Канаде, в Америке и в других странах. Ну и, конечно, тем, кто слушает нас в России. Я хочу сказать, что мы выходим со студии «Отгард» через «Интелком». Вот, и как всегда с вами ведущая я, Мария Карпинская, у нас в гостях Геннадий Трубников. И вот, Геннадий, скажите, пожалуйста, вы там написано было про вас «Супербард», поставили совершенно замечательные оперы в одиночку, и братья Карамазовы, и мастеры Маргариты, я не буду все перечислять. Вот что это такое вы? Вы пишите о бардовской музыке. Что это такое? Пару слов скажите, а потом дальше поедем слушать вас. Дело даже не в том, что разговор пойдет о бард-опере или о театре, бард-опере, который я создал и которому уже исполнилось почти 25 лет. Вот так, 25 лет? Да, да. А мы ничего не знаем про вас. Ну, только с далекой юности я старался показать свое искусство, но, к сожалению, народ как-то неактивно к этому подключался. Нет, ну для того, чтобы подключался народ активно, вы же знаете, нужно делать рекламу. Если сегодня Ксюша Собчак подключен к вся рекламе мира, то вот какая бы она ни была, да, сегодня она пропагандирует себя как некий символ, ну, вот это пчелы матки там или чего там угодно. Вот только анти, да, анти-пчелы такой. Есть пчела, которая трудится, пчелка, а есть наоборот не трудится. Как такая называется? Нет, только не пчела, а уже нечто другое. Вот и сегодня в зависимости от того, какая реклама, какая вода льется, помойная, значит помойную пьют люди. Вот, к сожалению, вот вы находитесь вне ракурса рекламы, видимо, выступаете от сердца к сердцу, так я поняла. Конечно, сейчас мне достаточно еще тяжело войти в такую струю, где я мог бы работать постоянно над бортоперой. Но я хотел бы еще заострить внимание на том, что это не только бортопера, это новый вид искусства. Да, вот об этом, пожалуйста. Что это за новый вид искусства вы открыли лично 25 лет назад, так я понимаю? Который был создан в России в конце второго тысячелетия. На основании этого открытия я и создал свой театр. Театр третьего тысячелетия, театр... Театр одного актера, да? Почему? Не совсем, это не совсем правильно. Актеров может быть сколько угодно. Я работал над классическим образом. То есть я старался сделать бортоперу для одного человека, чтобы каждый человек мог впоследствии выражать свои мысли через какие-нибудь произведения, или же создавая свои. То есть вы подали пример, образно говоря, своим творчествам? Нет, я просто создал, как бы сказать, дифференцированный подход, то есть в одной точке, то есть для одного человека, чтобы он мог, если у него есть желание, выразить все свои идеи через бардоперу. Так, 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 подождите. Значит, мы сейчас как бы слушателей не берем, мы берем только того, кто выражает свои чувства, то есть исполнителя, так скажем, условно. И вы сочинили такой новый, можно сказать, жанр? Да. В результате которого человек может взять какую-то вещь и там выразить всего самого себя, от кончиков пальцев до кончиков волос, так скажем, условно. Ну, во всех смыслах, эмоциональном, мысленном, там, духовном и так далее. Понятно. Ну вот, да, это как-то... А каким образом это можно сделать? Для этого надо просто научиться играть на гитаре. Так, первое, научиться играть на гитаре. Научиться писать стихи. Научиться писать стихи. Так вот, просто. На гитаре научиться, научиться писать стихи дальше. И просто как можно больше читать нашу русскую, и не только нашу, но и зарубежную классическую литературу. Значит, у вас любимая вещь среди всего того, что вы сделали, какая? Ну, любимая у меня все. Все. То есть название предпочтения не может быть. Но я хочу сказать, что вот за это время я поставил такие произведения, как «Гамлет», «Мастер Маргарита». «Мастер Маргарита». Вот когда все театры молчали, мой работал. Но ему не всегда давали площадку. И обычно... Значит, посмотрите, получается, вы первые это сделали, все театры молчали, ваш театр работал, но ему не всегда давали площадку. А потом, значит, когда прошло время, все театры заголосили «Мастер Маргаритой». Ну, конечно. Вот. А вы все равно остались как бы в тени. Образно говоря так. Ну, в тени. Как всегда. Как всегда, творцы. На самом деле, я сейчас просто возьму и выражу, наверное, перед нами. Я сейчас пока не знаю. Сидит человек-творец. И как это ни странно, в этой жизни творцы всегда оставались в тени. Они выдвигали первыми некую новую идею, а потом эту идею начинали рефлексировать. И все остальное, то, что идет от творца, это истина. А все остальное, что потом уже большим количеством производится, это называется рефлексия от идеи. Правильно я думаю? Наверное, так, да? То есть, и потом, вот образно говоря, вы были первые, вы это сделали, а потом срефлексировали вот на это все, ну, через время. И вот уже это рефлексии сейчас хоть отбавляй, как это называется, вы ствол, а не ветви. Вот. И так бурно разросли, что их надо подрезать. Ну, да. Наверное, так я думаю. Хорошие образы я придумала, да? Вот. Я сама человек творческий, поэтому я вас понимаю. Давайте приступим. Знаете, к чему? Да, вот я просто как ведущая говорю, что действительно перед нами сидит необычный человек-творец. А творца не так часто увидишь, потому что творец и есть от творца. Творец от творца. А вот рефлексирующие, это уже последующее, то, что является следами творца на земле. Следы. Вот. И сегодня мы имеем дело, видимо, с самим творцом. Вот. Ну, и вот давайте нам, вы знаете что? Вот понемножку покажите вообще из ваших бардопер, допустим. Ну, мне нравится вот то, что вы назвали. Хотя и Гамлета люблю, и Камарамазовых. Но Мастера Маргарита мне особенно как бы близка. Вот. Естественно, героиня Маргарита там, понятно, вызывает во мне и Воланд. Определенно симпатия. Да, и Воланд особен. Особливо. Хорошо. Особливо Воланд. Хорошо, я понял идею. Честно сказать, Мастера Маргариту я давно уже не играл. Ну, если... А, вот так. Нет, но я исполню... Что, что знаете, можете. Отрывок из бардопера и Мастера Маргарита. Угу. Встреча Мастера и Маргариты. Давайте. Встреча Мастера и Маргарита. Что-то в груди бьется не в тля, словно стук каблуков твоих тревожных громом. Грунди бьет твой каждый шаг в сердце моем, отражаясь неровно. Наши глаза встретились вдруг, и земля перестала. Быть реальной наших надежд. Замкнутый круг вырвалась из ордиты печальной. Замкнутый круг вырвалась из ордиты печальной. Ну, вот я так поняла, что это песня Мастера, естественно. Вот, и что я хочу сказать. Вот, действительно, я с юности любила бардовскую песню. И в моем доме очень много пела разных бардов. И мне говорили, да, мол, бардовская музыка примитивная. Вот, ты, мол, симфоническую, хотя я не против симфонической. Ну, вот я вам сейчас скажу честно без всякого. Вот, когда я слушала бардов у себя на кухне, вот я даже написала, что я их слушала как доктор, да, как пульс сердцем своим. Вот, то я замечала, что в бардовской музыке, казалось бы, такой простой, есть некое скрытое пространство, в которое ты можешь вкладывать свои мысли и чувства. Я как слушатель. И поэтому, когда я дополняю, вот если звучит бах, там ничего уже не вложишь. Потому что там тебя просто всего берет и всего заполняет. Чем хороша бардовская, это сейчас то, что я вот чувствую, да, чем хороша бардовская песня и музыка, что там есть простые дыры, там есть как бы какие-то пространства недозавершенные, в которых живет некая тишина. И вот в эту тишину ты можешь в соавторстве вливаться молча. И тогда в твоем сердце начинает звучать не просто гитара, а целый оркестр. Вот то, что я слышу. И вот сейчас я это вот свое как бы мнение, может быть, впервые в жизни высказываю. Вы подтверждаете. Вы подтверждаете, да? Значит, есть все-таки некие там пустоты, вот какие-то незаполненные, которые можно заполнять видением моим. Да, вот я сижу, слушаю, я дополняю вас, я заполняю. То есть, чем бард отличается от вот этих великих композиторов, что тот, как диктатор, образно говоря, берет и вот все это обрушивает на вас. А здесь есть возможность досотворять. То есть, это процесс, вот то, что я сейчас, слушание музыки бардовской и ее исполнение вами, это идет процесс некого сотворения. Есть? Да. Попало. Я хочу сказать, дополнить, что бардовская песня, это песня души человека. И поэтому каждый, каждый здесь себя чувствует уютно. Ибо душа, она впитывает все. Есть возможность, там тоже найти меня. И горечь, и переживания, и радости, все это входит в эту бардовскую музыку. Вот сама сейчас удивилась, как для меня, вот то, что я не могла оформить годами, думаю, что ж такое вот, что ж такое в этой песне? Я же себе ответ искала. И вот сейчас я нашла этот ответ, прямо на этой передаче. Вот то, что я сказала, это ответ. Ну что, давайте сейчас перейдем, это я в пользу вашей, да, и вашей музыке, я надеюсь. Как там? От барда до пророка. Один шаг, наступит время и поймет дурак. Ну это ладно, это я так. Прекрасно. Вот. Что-то вот между, ну тут еще тогда надо определяться, что такое пророк, потому что мы ничего не знаем. Нас просто как бы ввели в заблуждение. Вот. И теперь мы слушаем дальше. Вот, наверное, давайте Гамлета, что ли, или Карамазова, как скажете? Конечно. В свое время я хотел поставить... Оно слышно, да. Поставить такое великое произведение, как Гамлет. Что такое Гамлет вообще для театра? Во-первых, это свой почерк. Первое. И каждый режиссер, если он берется ставить какой-то театр драматический... Гамлета образ, да? Да. То это, в общем-то, зеркало. И не только этого театра, но, по-моему, этого режиссера. И когда я столкнулся... То есть можно сказать, что Гамлет – это как частичка зеркала мира, да, такое? Да, это... Режиссер смотрит себя и видит себя. Конечно. Это некое мерило, по которому оценивают твой театр, твою высоту, твою художественность, твою образность. Все, что угодно, твое искусство. Согласна. И мне хотелось бы сейчас исполнить... Фрагмент из бортоперы «Гамлет». Часть первая, сцена четвертая. Марцелл, «Гамлет» и Гараций идут навстречу с призраком. И когда они проходят мимо замка, то они слышат выстрел из пушки. Это значит, что Клавдий закладывал очередной кубок. Но так как мы знаем, что призраки появляются в 12 часов ночи, можно подумать, что пробило полночь. Забыл сказать. Первый куплет Шекспира, второй мой. Все идет отрывок как из бортоперы. Все творчество. Шекспир с вами. Понятно. Все идет как и в бортопере. Нас называют паяницами. И клички дают нам свинские. И грязными, кривыми пальцами. И чудом след. За помыслы наши низкие. За помыслы наши низкие. За помыслы наши низкие. Умные звуки и выстрел за стеной. Коль побила полночь, тот парамон судьбы. Это король с королевы празднует свой Очередной пиар во время чумы. Это король с королевы празднует свой Очередной пиар во время чумы. Наши убеги дурацкие. Хлеба и зрелищ просят. Их в королевстве датском. Выше любви возносят. 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 Тор"- это король с королевы празднует свой Очередной пиар во время чумы. «Это король с королевы празднует свой Очередной пиар во время чумы. Вот это отрывок из Габрида. Я вам хочу сказать, что вы мне сейчас напомнили одного человека по игре. Вот то, как вы играли сейчас. Вы напомнили мне одного человека моей юности, который... Вот я его определила тогда как кунг гениального барда. Не слышали Владимира Ксиковского такой? К сожалению. Нет, да? Он иногда выступает в кафе «Глухаря». Но сейчас он, как все такие люди, часто закладывающие заворотник, сильно изменил свою внешность за счет алкоголя. А вообще я его с юности знала. И вот эти звуки, они очень в этом же ритме. И вот признак, да, для меня это признак или запах вот той настоящего, настоящей музыки и настоящих слов, которые трогают за глубину души. Вот это так вы исполнили этого, как его, Гамлета. Теперь что покажете? Теперь бы я хотел... У нас времени еще много, так что... Исполнить... Недавно я поставил бардоперу нертикаль. Как? Нертикаль. Нертикаль. Что это значит? Нертикаль – это новое слово в русском языке. Нертикаль. Нертикаль. Нертикаль, да? Через и... А, нертикаль. Да. И обозначает противоположное направление вертикали. Я посвятил ее альпинистам, а преамбула к этой бардопере следующая. Всю свою жизнь я мечтал сочинить песню про горы. И даже там лет 10, наверное, бывал в этих горах, но у меня ничего не выходило. И вот однажды, буквально года два назад, я попал чисто случайно в один музей. Где я исполнил свои песни, и меня пригласили на годовщину смерти одного альпиниста, который не достиг вершины. Ну, на эту встречу я не пришел, но я в это время сочинял песню. То есть ты даже извиняешься перед всеми альпинистами. Какого они марта собираются? Марти? Я, честно сказать, не знаю. Ну да, не пришел на встречу, вот и я тоже не пришла на встречу Карамазову, сожалею, на вашу бардоперу. Ну что ж, слушаем дальше. Я отодвигаю специально, когда вижу, что звук зашкаливает. То есть я как бы регулирую. Тогда лучше немножко отсюда. Да, спокойно сидите. Отрывок из бардопера «Инертикали». Ох, отольются шутам, шуточки не простят чудакам чудеса. А те, кто выжил, сидит на приступочке, мысли образы шлет в небеса. Которые тюгерки не простят чудеса. Ох, отольются шутам. А те, кто выжил, сидит на приступочке. Которые тюгерки не простят чудеса. И я неожиданную тюгерку. Продолжение следует...